Всем привет! Меня зовут Алла и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот таких замечательных варежек. Они очень удобные, а главное очень теплые. Долго тянуть не буду. Приступаем! В качестве основной ткани я буду использовать плащевку. Она у меня самая обычная, тоненькая. Вот так она выглядит. У нее матовая изнанка и вот такое лицо. Все детали выкройки я уже перевела на плащевку, используя вот такую самую обычную гелевую ручку. Ее преимущество в том, что она дает тоненькую линию и с ней очень удобно работать. Также понадобится утеплитель. У меня это Slimtex 200 грамм на квадратный метр. Это его плотность. Можно также использовать синтепон или любой другой утеплитель. Хочу обратить ваше внимание, что у меня все детали обведены, но не вырезаны. Вырезаем мы их позже. Почему у меня все детали на разных отрезах ткани? Только лишь потому, что у меня не цельный кусок, а остатки от производства, и поэтому такие кусочки. Если у вас ткань на метраж, то все детали вы перерисовываете на один отрез ткани и такой же по размеру берете утеплитель. Далее я скалываю основную ткань с утеплителем. Также обращаю ваше внимание, чтобы вы проверяли свою ткань на проколы. То есть вот так вкалываете булавочку и смотрите, остаются ли проколы. Если остаются, то внутри скалывать не нужно. То есть скалывайте за пределами выкройки. Далее идем к швейной машинке и самой обычной прямой строчкой нам нужно пройтись по нарисованным линиям. То есть по тем линиям, которые вы обвели в выкройку. Делать это несложно, но я рекомендую ставить где-то 2-2,5 длину стежка, потому что если вы, например, возьмете длину стежка 4 мм, то вам будет сложнее проходить вот такие округлые линии. То есть чем меньше стежок, тем проще проходить вот такие округлости. И таким образом мы прошиваем абсолютно все детали. Готово. Вот так выглядят мои детали. Прошитые. И теперь нужно их вырезать. Тут, смотрите, я шила контрастной ниткой. Вот сейчас приближу, покажу. И мне, в принципе, с лица все очень хорошо видно. Но если вы шили в тон, то можно вырезать и по изнанке. То есть вот у вас видна строчка. Главное ее не прорезать. Буквально отступая 1 мм. Футер, видно, да? Я вырезаю все детали. Не спеша, аккуратненько, чтобы не переделывать. Готово. Вот так выглядят детали. Теперь точно такие же по размеру я выкроила детали из подкладки. В качестве подкладки я использую футер с начесом трехнитка. Но начес – это у меня будет как бы лицевая сторона подкладки. Пошив я начинаю с подкладки. Но это абсолютно без разницы. Вы можете из основных деталей начинать шить. Все они шьются одинаково. Главное – проверяйте, смотрите, чтобы вы не пришили одну деталь с левой рукавицы на деталь с правой. Вот так совмещаем, проверяем, точно ли это та деталь. Когда видим, что точно, ну, только не забывайте, что у меня лицевая сторона – это начес. Поэтому я складываю лицевыми сторонами вовнутрь, друг к другу, вот эти две детали. И вот тут нужно сделать строчку. Обязательно в конце и в начале делаем закрепки. Для удобства я скалываю портновскими булавками. А если вы совсем новичок в шитье, то лучше сделайте сметку. Готово. Так как тут присутствует окружность, обязательно нужно сделать надсечки, чтобы не было давления на строчку и все отлично и хорошо вывернулось и не тянуло. Делаем и продолжаем. Беру деталь пальца, которая длинная. Тут главное не перепутать, опять же. Смотрите, вот лицевая сторона у меня вот. Я складываю лицевой стороной, то есть начесом к начесу. Вот так. Вот тут центр у меня. Я ставлю прищепочку. Можно также булавочкой. А лучше, как я говорила, если у вас нет опыта, сметать. И вот так скалываю. Вторую сторону точно так же складываю, совмещаю и скалываю. Прошить нужно только там, где прищепки. Смотрите, вот. То есть вот так. И вот тут сделать закрепку. Все. Вот это место мы не трогаем. Когда вы сошьете, получится вот так. Вот, смотрите, готово. Далее. На этом этапе я срезаю лишний припуск. Вот. Вот этот. Он не нужен. Сейчас приближу. И вот так срезаю. Оставляю 2-3 миллиметра, не больше. Потому что эти припуски внутри будут только мешать. Далее я беру верхнюю деталь, складываю лицом к лицу. Вот так. И нужно сделать строчку. Сразу хочу сказать, что вот тут, где у нас палец, мы зашьем полностью. А на этой стороне нужно оставить отверстие для того, чтобы вывернуть. Вот это место обязательно оставляем незашитым. И обязательно делаем закрепки. И вот тут. Ну и в конце, конечно же, тоже. Если вы, так же, как и я, шьете на бытовой швейной машинке, то я рекомендую так. Вот вы начинаете, доходите до пальчика, делаете закрепку, затем отворачиваете и тут заново начинаете строчку, точно так же с закрепки. Но не забываем оставить отверстие. Шьем. Готово. Далее я точно так же, как и на предыдущей операции, срезаю лишний припуск. Буквально оставляю 3 мм, но не срезаю там, где отверстие для выворачивания. Далее мне остается сшить детали из основной ткани. И дальше покажу, как соединить. Готово. Вот так выглядят мои детали. Теперь мне нужно их сшить. И для этого я беру варежку из основной ткани, выворачиваю на лицо. Варежка из подкладки у меня наизнанку вывернута. И мне нужно совместить лицом к лицу. То есть, если у меня варежка из основной ткани вывернута на лицо, то я ее вкладываю в варежку из подкладки. Тут сложно объяснить словами, но, как вы видите, все очень просто. Тут совмещаем вот эти швы, боковые швы, и прошиваю. Готово. Вот что получается. И теперь я выворачиваю через отверстие на лицо. Проверяю каждый шов, смотрю, все ли мне нравится. Если все хорошо, тогда снова выворачиваю, но уже наизнанку. Вот. Совмещаю в вершинке пальчика и в вершинке самой варежки. И нужно сшить. Можно сделать это на машинке, сделав буквально три стежка вперед, три назад. А можно сделать и руками просто через край вот так несколько стежков. В принципе, и тот, и тот вариант будет хорошо и надежно держаться. А если этого не сделать, то, когда вы будете вынимать руку, то подкладка будет выниматься вместе за рукой. Итак, я выворачиваю снова на лицо, проверяю, уже все закреплено, уже лучше выворачивается. Да и в целом остается совсем немного работы, а именно зашить отверстие, через которое я выворачивала. Но сначала, конечно же, я все проверяю. Потом, вот так уже, когда на лице, просто выворачиваю наизнанку, потому что у нас уже подкладка пришита к основной детали. Пальчик я, в принципе, не выворачиваю. И вот так при пуске утюжу и зашиваю потайным швом. Готово. Вот такой результат. Я бы, если бы шила себе, вставила бы еще резиночку и, возможно, бы какую-нибудь художественную стежку. Но это когда буду шить себе, тогда и буду делать. А здесь шила так, как просили. Итак, главный вопрос, где взять выкройку? Я нашла несколько вариантов, и сейчас я их вам расскажу. Первый вариант – это найти в Ютубе бесплатное видео по построению выкройки варежек. Такие видео есть, я их смотрела, но меня не очень устраивала их конструкция, поэтому я не воспользовалась этим вариантом. Второй вариант – это купить готовую выкройку. Такие тоже есть, я их смотрела, но не стала даже пробовать, поэтому ссылки у меня не просите, не знаю, не покупала. Третий вариант – найти готовую выкройку на просторах Гугла. Пользовалась недовольна, поэтому я для себя приняла решение взять фабричные варежки, распороть их и получить готовую выкройку, ту, которая будет соответствовать всем моим требованиям, а именно размер и конструкция. Ну, а вы выбирайте для себя удобный вариант и обязательно ним пользуйтесь. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также хочу сказать огромную благодарность всем спонсорам моего канала. А на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале!